Один из заседания Советских Депутатов Муниципального образования Киевского городского поселения Киевского встретился в городе. Как вы знаете, может быть, уже читали, уже успели посмотреть, из средств массовой информации вышла моя книга, как помните, я говорил, роман «Благин с зелеными глазами». И я сегодня хотел бы эту книжку изучить тем, кто участвовал в создании, кто помогал ее издавать. Серьезная, значимая дата наступила у нас в городе Кенисейк, в Кенисейкском районе, в общественной организации «Дружники тыла», который возглавляет Евгения Израильна Гаваркова. Как это было, как это происходило, я думаю, что Евгений Розграинов кратко нам расскажет. А вас, Евгений Розграинов, уважаемый, я хочу поздравить с этим знаменательным 18-летием. Позвольте мне выучить букет этих цветов вам. Вот этот адрес, я эту традицию не рушаю, как вы знаете, первым получает губернатор Александр Розграенко, а потом дальше по списку. Учитывая то, что все-таки действительно, вот так вот получается, что в моей жизни производственное объединение фосфорит, Еврахим, всегда в моей биографии принимал активное участие. И моя биография связана с тем, что я именно оттуда фосфорита уходил в вооруженные силы Советской Армии. Там я получил первую хорошую рабочую специальность электромонтера. И всегда получалось так, что и в процессе, когда я уже работал и в органах прокуратуры, и юристом в народном хозяйстве, и, значит, меня всегда судьба связала с моим фосфоритом. Получилось так, что те деньги, которые предполагались в начале проекта, они оказались недостаточными. Работал над этим текстом. Это Екатерина Сергеевна, как я написал, Иванова Лаптева. Екатерина Сергеевна, пожалуйста, получите эту книгу. Я вам признателен, благодарен. На заседании Совета депутатов присутствуют заместители главы муниципального образования Кенгисепска и городского поселения Ивана Шлавна Рождественская, заместители главы администрации Муниципального муниципального района Антонова Елена Генриковна, заместители и главы администрации. Представители, также у нас присутствуют представители жителей района Южный. Здесь они, да? Так, все, спасибо, вижу. Также участвовать в работе будут, так как вопрос есть очень такой важный. По отчету, по информации нашей, так сказать, компании, которая осуществляет обслуживание. Это генеральный директор Домоуправления номер один и генеральный директор Жилкова Муселеса, Георгий Георгиевич Попов, исполнитель директора Жилкова Муселеса Ольга Каримова и заместитель директора ООО «Платэк» Александр Николаевич Новолетов. Вопрос находится в плане Совета депутатов. Заранее был передан. Время было достаточное для его подготовки, учитывая социальную значимость данного вопроса. И с учетом того, что депутат Игонина сказал, что ряд мероприятий фактически, ну, не фактически, а могут уже выполняться в порядке реализации той программы, которая осуществляется по подготовке 70-летия Победы, это может быть учтено. Все-таки вот в таком аспекте мы рассмотрели. Первый вопрос, это, еще раз обращаем внимание, голосуем по первому предложению профильной комиссии. Вопрос снять и отправить на доработку. Переходим за уставом. За 8, 11 против, воздержался 1, решение не принято. Уважаемые депутаты, уважаемые присутствующие, комитетом подготовлен к большой отчет. Много мероприятий проводятся в этой сфере, и большое спасибо депутатам, которые откликаются на различные молодежные акции, круглые столы, сами мероприятия, посвященные и Великой Отечественной войне, посвященные различным обсуждениям. Буквально недавно у нас был круглый стол, посвященный присоединению Крыма, и на удивление молодежь так достаточно активно среагировала на этот фильм, который вышел на центральных каналах. И, конечно же, вся работа на сегодняшний день направлена на подготовку и проведение 70-летия Победы. Огромнейшая работа проводится по всем направлениям. Это и работа с образовательными учреждениями, это и культурно-массовые мероприятия, это различные акции, различные флешмобы, это работа с ветеранскими организациями, встреча с ветеранами, общение. Ну и, конечно же, непосредственно 9 мая будет задействован весь наш резерв, который есть в городе Кингисеппе для празднования 70-летия Великой Победы. У нас были определенные трудности, но на сегодняшний день, насколько я знаю, все вопросы закрыты, финансируются. Что касается сентября, конечно, мы стараемся заранее все вопросы решить, Слава Вячеславовна, чтобы у нас ребята могли спокойно, безболезненно заниматься в военно-патриотическом уровне. В этом году выбрано три эксперимента вихрают в Ленинградскую область, и, к сожалению, мы не входим в это число. Вот учитывается в этой работе в патриотическом воспитании так называемые наши трудновоспитуемые подружки. Они вот вовлекаются в эту программу, или это уже другая программа может? Я не знаю, в этом году. Были возможности вывозить их на юг, на море, но детям это не интересно. Они готовы остаться здесь, и девочек, и продолжать моральную руководку. Не те, конечно, но большинство есть, есть и дети, которые, безусловно, занимаются и военно-патриотическим в глубине армеец, и в форпосте, в которой это боесловая гряда. Но если брать массу, они сложно с ними работать, потому что отдельно. Большие работы у нас будут проводиться на нашем памятнике в Рощи 500, где захоронен Первый Советский Союз, в Франции. На этом мемориале будет проведена большая работа по замене скульптуры, проведение его соответствия именно к 70-летию поддержки. Нас раньше собирали очень частые, я имею в виду, нас председали. Сейчас мы ничего не знаем, что идет, от кого идет, с кем идет. О диригировании депутатов Совета депутатов Моркингисевского городского поселения в состав молодежи Совета при главе администрации Моркингисевского муниципального района. Представительство Моркингисевского района в Совете при губернаторе Морковской области один из представителей по решениям членов Совета выдвигается и уже представляет наш район на уровне Морковской области. За 19 против нет, выдержите решение. Спасибо. О расходе средств субсидий выделили на деятельность общественной организации через структурно-спортивную организацию Моркингисевского муниципального района Морковской области информация Сергей Сергеевич генеральный директор общественной организации футбольного района и депутат Морковской области Эти два кубка, которые в прошлом году были завоеваны как футбольной командой и мужской, вот эта работа, которая, в общем-то, то усилие на депутатов тех денег, которые вкладываются в футбол, ну, наверное, скорее всего, как отчет о том, что, допустим, эти деньги не расходятся в пустую. Но тот же футбол, тот же мини-футбол, который проводится у нас с ноября месяца до марта, каждая игра это пять дней в неделю, когда, допустим, человек сто детей приходит на все игры. Ну, это, наверное, самый массовый вид спорта. То есть, вот последняя игра сезона, которая была, решалась чемпионство, ну, человек, наверное, 300 было. То есть, у него была трибурная занята, вот. Ну, это показатель на том, какое влияние, наверное, на футбол именитает жизнь не только в Кингисеппе, а вообще в всей стране. Те три миллиона, которые даются на футбол, это участие, мы проводим два чемпионата летнего футбола большого и мини-футбола. И они, в общем-то, я тоже указал, в каждой, допустим, условно, пункте, которые есть, там записаны по цифрам, куда деньги мы потратили, и там есть маленькие сносы о том, что я пишу, какие-то достижения в этих соревнованиях были. Кладываем три миллиона, а на шесть и до федерации, значит, тоже три миллиона, но здесь всегда идет мое противостояние. Против вашего футбола я ничего не имею в общей сложности, но всегда смущалась, почему девочки у нас не играют. А то, что, допустим, три миллиона, там, опять же, распределять, допустим, до вида спорта, мы говорили о лыжных годах, когда, допустим, уличное слушание по парку Романов, да, ну, давайте так, опять же, я не против, я вижу, сколько детей занимается в биатмоне, я в лыжных годах когда приехал принес, ну, наскажение, вот, ну, опять же, зима у нас была в этом году, ну, пусть полтора месяца, да, а футбол мы играем гораздо больше соревнований, гораздо больше участвует. Скингисепом, мало кто может и скингисепским районом в этом вопрос соперничек, не только в северо-западном регионе, но и в Российской Федерации. В области культуры, творчества у нас есть люди, которые являются членами Союза писателей, и так далее, и так далее. Перед нами стоит следующая и последняя важная задача стать еще из столицы экономического развития Малораду. Пятый вопрос о расходе средств суббекции, выделенных на деятельность Неградской областной региональной общественной организации Дерата Токмандо Неградской области Константинович Сергей Геннадьевич исполнит вер ex집 В 2014 году на целевой программе были выделены средства в объеме 340 тысяч рублей, которые шли у нас на проведение и участие в соревнованиях. Мы проводили кубок Кингисепа, проводили первенство города Кингисепа и проводили детский турнир для младшего возраста 5-9 лет. И выезжали на такие турниры, в основном крупные турниры, это первенство чемпионата России, кубок России, московский турнир, это всероссийские соревнования в городе Москва. И самым крупным турниром у нас был первенство чемпионата Европы в городе Давос, Швейцария. Благодаря целевой программе мы смогли обеспечить, скажем так, охватить объем спортсменов, которые выезжают у нас, постоянно выступают на крупных соревнованиях, повышают свое мастерство. По первенству чемпионата России вывозили 18 человек, заняли три первых места, пять вторых, шесть третьих мест. По кубку России, благодаря тому, что в конце года нам увеличили субсидию еще на 180 тысяч, в общем, наша целевая субсидия составила 520 тысяч рублей. Это позволило вывести 20 спортсменов на Кубок России в Архангельск, и благодаря нашим спортсменам сборная Ленинградская область смогла занять почетное третье общекомандное место. В Швейцарии вывозили мы шесть спортсменов, соответственно, разных возрастов, от десяти старших, включая взрослых. Я также принимал участие в мероприятии в этом, стал чемпионом. Помимо меня могу назвать спортсменов Бещерякова Полина, она завоевала три золотых медали, Итли Махфрусландж. У него серебро и бронза, выступали они по взрослой категории, что считается очень великолепным достижением. Коллеги, переходим к шестому вопросу. О работе ООО «Управляющая компания» по улучшению качества содержания жилищного фонда. Информация Владимирков Юрий Михайлович, генеральный директор ООО «Управляющая компания». Уважаемые депутаты, уважаемые представители администрации, приглашаю. ООО «Управляющая компания» свой доклад за 2014 год к итогам сделала, предоставила в очень подробном виде. Мы стремились к этому, потому что векторат, депутат в части изменился и хотели рассказать о динамике наших двух-трех прошлых лет. Таким образом, мы нарабатывали свои позиции, участие и оказание услуг нашему населению, нашему собственному. За это время прошли еще дополнительные события. Следующее. Руководители «Управляющей компании» первой десятки получили аттестат на право управления на родственными домами по области 241-й управляющей организации. И неделю назад мы первые получили лицензию на право управления в части управления. Это в районе нашей управляющей первой номер лицензии номер 20. Такие основные вопросы. Первое. Тариф. Не секрет, что у нас есть сейчас разрыв по фактическому обслуживанию домов и требуемое. То есть тариф, который у нас сейчас есть, на него нет конденсации, уже который мы с вами последний раз когда встречались, вы мне на цифрах конкретно показали. Что в этом направлении? Какие-то намечаются какие-то движения или нет? Потому что в первую очередь нас избиратели будут этот вопрос интересовать. Обращаемый вопрос на сегодняшний момент. Какие возможны пути решения данного вопроса? И тоже, если какие-то у вас предложения, мы с вами разговариваем, что у вас какие-то предложения все-таки есть по придомовой территории дорожным покрытием. Законодательство предусмотрено по инициативе самих собственников один раз в году по предложению управляющей компанией, управляющей организацией принимать экономически соразмерные тарифы. Но в 2014 году мы прожили без этого, слава богу, уже три месяца. Конечно же, это и есть тот фактор, который нам всегда мешает в работе. Денег недостаточно. Что мы можем по этому поводу сказать? По этому поводу мы собираемся с жителем провести собрание. Что мы хотим предложить жителям? Мы хотим предложить обязательные позиции. Первая позиция – это инфляция. Конечно, буквально вчера, я смотрел по телевизору, 17% уже сейчас, это играющие, даже разговоры не было. Это было 11% прошлого года предложить инфляционный процент. Это обязательная позиция. И вторая обязательная позиция, которая перед нами стала, это кузов инфляционных каналов. А у нас эта составляющая на сегодняшний день, опять же, в содержании в детском фирме, откуда эти деньги брать, неизвестно. Ну, на них может наложиться еще какая-то составляющая в этом поисках, это коммунальное освещение. Вот это обязательная вещь, которую мы хотим предложить. Кроме этого, я хотел бы перейти сразу к вашим вопросам, допустим, балконных плит, где очень серьезное задумышение. Мы идем на то, что вы делаете с балконных плит. Далее, сам парапет, это однозначно должен житель, каждый, за свой счет, есть организации, которые делают, устанавливают. Но, есть у нас дома, которые критичные, например, такие, как гражданская Семь и прочее. Вот там, по этим домам, мы хотим вынести этот вопрос именно жителям этих домов. Сами понимаете, балконную плиту в основе стоит 50 тысяч рублей. Ну, давайте сейчас, значит, было, значит, время, когда балконные притесносили аварийную. Сейчас мы на это как бы не идем, потому как, наверное, не те времена. Хотя где-то, возможно, в принципе, не идти, что нет. Третий вопрос, это как рыбовая территория. Мы хотим, конечно, мы хотим отремонтировать разрушенные дорожные покрытия, мы хотим отремонтировать тротуар, площадку сделать. И, в принципе, администрация, мы постоянно на эту тему разговариваем. Планы, которые в программу уходят, нас с ними знакомят. Кроме, мы тоже пытаемся, получается, подключаем жители. Но, опять же, по территории наталкиваемся на много различных вопросов. Отдельных денег нет, только деньги собственные. Либо, ну, в администрации. Потом его нужно еще обслуживаться. А тут совместно с вами, вот, как я, Александр Иславович, столкнулись с такими вещами, которые вообще невозможно пройти. Есть деньги, есть решение, но ты как двора коммуникаций. Т.е. трубы. Для того, чтобы на них расположить парковку или площадку заасмортировать, нужно выложить такие конструкции, там, вот, плиты специальные, которые были бы быстросъемные, которые в случае аварии зимой, мороз 20-30 градусов, ресурсообожающая организация могла бы так быстро снять, отремонтировать и поставить. Самое интересное, для этого мы должны заключить, кто там может, ну, мы представители, собственно, ресурсообожающая организация, договор. Договор о чем? О том, что если авария снимаем, ставим по нам за счет собственной. Мало того, в этом же договоре написано о том, что мы еще снимаем за свой собственный счет. И дальше мы все, все другие. Правильно? Но есть некоторые, которые, мне кажется, можно было бы, которых можно было бы избежать. У вас имеются технические службы, видимо, какие-то, которые должны знать стандарты. Конкретно дом 10 по улице Восточной, высота нижней ступеньки составляет от 30 до 35 сантиметров. Там много пожилых людей. Если кто-то из них из-за этой первой ступеньки там поставит зубы на последней, то, наверное, будут неприятности. Я бы хотел задать вопрос. Во всех четырех подъездах нижняя ступенька? Однозначно, в прошлом году мы начали заниматься еще новым, ну как бы, не новым ветровым, но раньше до этого не заходили руки, козырьки. Там, где козырьки, заодно и за одной ступенечкой. В начале избирательного срока обсуждали моменты, когда собственники жилья изъявляют желание сделать ремонт подъезда, но в письменном виде получают отказ. Многие дома являются убыточными, и на балансе дома нет средств для того, чтобы произвести ремонт. Два года назад случилось несколько таких вещей. Когда в одном подъезде сделали сплачевание. Сплачевание как происходит? То есть люди собирают деньги и сдают их в кассу. 50%. Мы заключаем договор с одним из собственников, официально, с одним из собственников. И вкладываем часть из денежных средств, часть из текущего ремонта. Конфликты, вплоть до обращения прокуратуры и тому подобное. Мы готовы возобновить сейчас этот процесс. Но столько нужно решение общесобрания по всему дому. Мы, наверное, обнимем положение, которое позволит нам регламентировать данный вопрос. И вопросов для средств для текущего ремонта. И вопросы, которые связаны сегодня с размещением в подвалах сарая. У нас в городе существует огромное количество инстинутов. То есть, в банке, почта и прочее. А значит, доступ к терминалам. И опять же, я считаю, насколько наши кинезетские учители, уважаемые мной, требовательны, настолько они боятся этих терминалов. Почему? Боятся кассы, потому что бабушки, они тут в кассу. Но на сегодняшний день в кассе ситуация такая уж проста. Вы знаете, что водоканал, соответственно, в правительстве федерального закона, расторг договора с бабками профори. А наши коллеги, пожалуйста. На комиссионный сбор. И теперь, если мы идем и платим водоканальскую квитанцию, мы должны заплатить там определенную сумму минимальную. Так? Это все по закону. Я вчера буквально совещался с представителями лоты, эти на септе проэнерго, выпишите на септе проэнерго. И они также намерены отказаться от этого процесса. То есть, это все будет по закону, придется нам взять теплору и так же платить. Тогда остается одна управляющая компания в рамках содержания возмещать этот банковский процент, потому что там все аксантовит, а нам бесплатно. Поэтому к нам все идут. Жители не хотят участвовать в этом процессе, а хотят только требовать. Поэтому сегодня нужно добиться такого результата, чтобы в каждом доме был совет. Средняя заработная оплата дворников. Что-то у нас дворников сейчас нет, профессия называется по-другому. Оператор территории? Нет. Оператор очень высоко. Комплексный уборщик территории. Комплексный уборщик? Да. Средняя заработная оплата под предприятием 13 200 рублей. Вот почему я этот вопрос задаю? Потому что избиратели, как и сердце, говорят, что первое, заработная оплата не такая, которую вы сказали, а в два раза меньше, где-то 7 тысяч. Второе. Значит... 7 тысяч? Все. 7 тысяч такой заработной оплаты нет. Второй вопрос. Социальное обеспечение и все социальные гарантии выкупят предусмотрено в отношении города? Обязательно. Значит, может быть, совместно с Вадимом Александровичем, с этой комиссией, может быть, совместно с Евгением Павловичем, дайте, пожалуйста, развернутую интервью или пресс-конференцию в средствах массовой информации по этим вопросам. И старайтесь вот информировать непосредственно генгисемцев, нужно сделать какую-то такую более массированную информацию, довести, показать, что это на сегодняшний день не соответствует действительности. Понимаете? Для работников, которые осуществляют вот эту действительность по территории, по уборке территории города, значит, норма какая-то есть, какую территорию должны они обрабатывать? Норму отошли после перестройки, надо сказать, до перестройки на церковь. На нормы, на нормативы, на каждого человека. Давайте так, если в советское время, то бишь, давайте в 80-е годы возьмем, 400 человек работало в Кингисе, на жилой фонд. То бишь, давайте так, по одному дворнику на то, получалось, по 1,5, по 1,2 и так. Сейчас 270 домов, это 70 дворников. То бишь, нормы нет. Мы рассчитываем, исходя из договорных обязательств. Есть договор, есть площади. Идет оплата. Ведь, понимаете, мы же и доплачиваем. Я говорю, средняя заработная оплата в 12-13, 200. А нерадивые получают, может быть, такую сумму. Кто работает, он получает по 16-17, по 20 тысяч. В общем, да. Вы прошли, как говорится, а вы прошли, а следом вот те нерадивые нам усрили. А следом вот и другие говорят, вот в Кингисеппе ничего не убирается, грязно и так далее, и так далее. Например, разговаривая с гостями нашего города, сколько к нам не приезжают, и бывая в других городах, я лично вижу, и многие видят, что Кингисепп не теряет свое лицо. Как бы ни тяжелого не было, как бы что ни происходило, принесет город чистый и благоустроенный. Бросают все. Бутылки, пакеты, бочки, да чего там только нет. Потому идет кальтатная уборка. Сперва убирается это, потом уже мы уходим, уходим. Но ежегодно закон, который не писан, что 25 апреля город уже выписан. Я вот, все говорят обычно, вот Россия, русские, там туда-сюда. Вот любая другая нация, находясь в таких комфортных условиях, как находится российская нация, вела себя точно так же. Финн, немец и другой, так сказать, представитель этих государств у себя не мусорит только лишь потому, что там есть ответственность за это дело. И там неотвратимая ответственность. Поэтому, если мы хотя бы начнем приближаться к этому, у нас будут примеры. Вот человек выкинул бумажку, его административная комиссия штрафовала. Мы это, так сказать, дали и проинформировали, сколько у нас людей будет за это привлекаться к ответственности. Я думаю, что с этой стороны движение будет. Ну и, конечно, все-таки нужно посмотреть по карту и по оплате. Если сегодня 13 тысяч, а не 700, это неплохо, но это еще и не совсем хорошо. Потом, я думаю, что нужно и управляющая компания, и советы депутатов, и администрация подумать о том, чтобы сделать какую-то вот такую номинацию, награду, которую лучший специалист, который занимается в этой деятельности, чтобы мы его башляли. Следующий вопрос. О работе правоохранительных органов по пресечению и распространению наркотиков на территории Ленинградского поселения. Информация. Путин Анатолий Анатольевич, начальник межрайонного отдела 2-го управления ТВСК России по центру Ленинградской области. 2-й межрайонный отдел по контролю за оборудование наркотиков обслуживает 4 района на территории Ленинградской области. В первую очередь, опять же, Кенесевский район, где находится сама база, сам отдел ТВСК Района, территорию Сланцевского района, территорию Ломановского района и территорию муниципального базоварного города Соснового города. Ну, что касается отдела, то наш отдел находится по адресу проспекта Ломановского района, штатная численность сотрудников составляет 10 человек, из них 6 оперативных сотрудников, и в уроке 6 оперативных сотрудников обслуживают 4 района на территорию Ленинградской области. 2014 год, в принципе, в нём работа отдела по территории Несевского района, территорию муниципального базоварителя, возбуждено 22 уголовных дела, из них 16 уголовных дел по факту сбытия наркотических средств. Остальные дела — это по факту незаконного проведения хранения наркотических средств. Что касается оперативной обслуживания в городе Несев, хотелось бы отметить, что на ведерующую позицию по употреблению наркотикой остается употребление наркотического средства метамфетамина, психотерапического вещества амфетамина и марихуана и башиш. По сравнению Кингисевского района, по сравнению с другими районами, ну, я не знаю, по каким направлениям там статистика существует, ну, вообще, как мы выглядим, будем так говорить. Мы, собственно, в Кингисеве, соответственно, у нас в раскрытии здесь больше, выявлений преступлений больше, чем у других районов, которые я обслуживаю. На что нам нужно обратить внимание, чтобы у нас более положительно решались эти вопросы, по поверению с этим страшным зломом? Конечно, информировать население хотелось бы, чтобы люди, если они что-то увидят, чтобы они звали телефон, который, во-первых, чтобы, скажем так, в Латенке к этому не относились, сообщали об этом обязательно. О работе инкультсентра развития малого бизнеса и подрегулированной информации Богомазу Юрьеву Владимировичу. Муниципального казенного учреждения ЦМС социального развития малого бизнеса и потребительского рынка осуществляется по тому основным направлением социально-экономического развития Кингисевского района. Содействие развития МАК, создание условий для обеспечения определений, вкладывающих в состава муниципального образования, Кингисевский муниципальный район, клубами общественного питания, для подвига того обслуживания муниципальных программ, стимулирование экономической активности в Кингисепсском муниципальном районе и стимулирование экономической активности в Кингисепсском городском поселении. Информация по результатам проводимого еженедельного мониторинга розничных цен. На мой взгляд, это на сегодняшний день очень актуальная информация, дан некоторые значения по результатам мониторинга, проводимого в первом квартале 2015 года на специально значимые товары. В течение квартала наблюдался значительный рост цен на рыбу до 42%, хлеб до 16%, колбасные изделия до 15%, цены на плодорожные продукты увеличились от 8 до 50%, в начале квартала цены увеличились на бокалейные продукты от 10 до 22%, в конце квартала они снизились, цены на молочные продукты, яйцо и семину оставались стабильными. В среднем торговая нападка в предприятиях розничной торговли составляла 15-25%. Для сравнения, в сельских поселениях цены на продовольственные товары в некоторых сетях, которые осуществляют торговые деятельности на территории Кингисепска, Неспальный район, значительно отклонялись в сторону увеличения. То есть в сельских поселениях цены выше были, нежели в Кингисепском городском поселении. А у Вашего аппарата какая сумма выделена? С бюджетом. Вот мы содержали. 6,800. Наши предприниматели, которые осуществляют деятельность на территории Кингисепска. То есть получили 11 миллионов. В 2014 году у нас состоялся конкурс на замещение места в действительности на кубатрии. Там претендуют, естественно, начинающие предприниматели, которые на момент подачи документов осуществляют свою деятельность не более чем 2 года. Соответственно, по результатам конкурса у нас получила место в действительности в патрии общественной ограниченной ответственности регион-пресс. Мы не ежегодно проводим аукцион, а по мере необходимости. То есть мы заключаем договор максимально с субъектом на 33 месяца можно заключить. Поэтому сейчас мы немножко изменили условия договора, мы заключаем на 11 месяцев. Если с обеих сторон нет претензий к задержанию помещения, если человек, собственно говоря, желает там остаться, то автоматически еще на 11 месяцев мы пролонгируем этот договор. А наши предприниматели, которые размещают в сети свои слова, они очень много пишут, и они пишут и не всегда подписываются. Можно было бы как-то организовать, я хотел бы со всеми с ними встретиться, поговорить, общаться. Потому что я сейчас, особенно у журналистов, присутствующих в зале, обращаю внимание на что? Что администрация Кингисевского района демонстрирует высочайшую свою открытость во всех вопросах. Потому что даже критики, которые критикуют, занимаются, ну когда это критика конструктивна, и когда за ней видно человека, это понятно. Но когда это из-за угла, и, значит, необоснованно, без конкретной фактуры, а просто, так сказать, набор слов и эмоций. И вот эти люди сегодня, благодаря администрации, вот этими вещами пользуются, сегодня в интернете размещают различную информацию. Я обращаюсь к ним ко всем, я готов с ним встретиться в любом формате и поговорить на те темы, на те проблемы, которые они звучат в своих, так сказать, репортажах. Чтобы снять очень многие вопросы, потому что я уверен в том, что то, что они сегодня говорят, не все так, как есть. Но это смотрят люди, это читают люди, и складывается, с одной стороны, необоснованно необъективная оценка и восприятие. Поэтому давайте уж, раз уж мы вам и даем возможность располагаться на нашей территории, на наших площадях, пользуются, так сказать, всем этими вещами, и давайте встретимся и поговорим. И когда мы по одному достаточно возмутительным комментариям попробовали провести проверку, и эти комментарии разных книгах, вывести одного и три адреса, а эти адресы вопроса 28. Мы хотим встречаться, разговаривать и разбираться с этими вопросами, потому что почему мы выступаем, говорим, отвечаем неанонимно. Если вы говорите об общегородских вопросах, то есть и вы, и к вам вопросов, я обращаюсь ко всем блогерам. Если вы говорите об общегородских вопросах и проблемах, так вы тогда давайте готовы встречаться и обсуждать эти проблемы. Можно о них и говорить, но нужно и предлагать пути их решения. Южный, первый округ наш избирательный, где Вадим Александрович депутат. Мы сделали переход, теперь видите, переход не так сделали, не так сделали, и все прочее, 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 прочее. Поэтому, ну, вы тогда должны понимать, что вы сделали именно исходя из технических условий и тех обстоятельств, которые были. Но если мы же не можем сегодня таким образом поступать, что, значит, ждать год, когда люди найдут эту тропинку и ее оттоптают, а мы по ней будем делать. Это, извините меня, из определенных, так сказать, сказок о европейском строительстве. И вот что говорите, что греха таить, давайте проедем по южному округу и посмотрим, какие там дома стоят. Кто там по этому переходу ходит? Там, по, там, ездят на них круг. Мы здесь небольшая болезнь еще, когда я говорю, обидно не то, что критикуют, обидно то, что, когда критикуют имя и фамилия, мы же все друг друга знаем. Если критика эта консультивна, давайте встречаться. Но когда именно под собачьими именами и поливаем в Азию администрацию, которая выберется, разберется в дребезги, но взял этот переход и дороги, конечно, страны, это не очень конструктивно, считаю. Так вот мы их призываем. Ребята, выйдите из тени, а если вы из тени не выходите, если вы говорите из-за угла, то я обращаюсь к Ингисепсу, на внимание, насколько это все правдиво. Если вы хотите, как сказать, комментариями за этими вещами, кто за ними стоит, знаете, все равно это будет известно. Не так долго пройдет время, когда это станет известно. О формировании плана работы по глухолу, что мы будем по избирательным округам. Информация о СПМИ, Минепале, записи глава администрации Минепсевского муниципального района. Пожалуйста, Минепале. Значит, вот, девушки, я постараюсь изложить информацию по большому, очень яркому вопросу. Начну вот с того, что я вот пока... Девушки, вы потом пообщаетесь, ладно? Я договорился к докладу, посчитал количество улиц, многоквартирных домов и других объектов, которые вы, депутаты, на которые вы обратили наше внимание, чтобы оценить масштаб, как, скажем, детстве. На двух квартирных домах 172. Примерно это устройство парковок, ремонт асфальтовых покрытий, какое-то многоустройство. Улиц 13 было названо в ремонте. То есть нам нужно сметить 13 улиц, в том числе одну из них реконструировать. Улица строителей требует расширения. Значит, детских площадок 14. То есть тоже на разных местах их заново нужно запроектировать по строчке. Я говорю почему, что работа нами проводится, и сейчас эта программа не завершена, но по бюджетному кодексу мы, когда ее разработаем, должны предварительно утвердить в администрации и представить на изменение в бюджет. Так вот, зная бюджет, и вы наверняка многие в курсе о финансовой ситуации, у нас нет в этом году финансовой возможности выделить средства в 2015 году на ее реализацию. Сегодня таких возможностей, ну, по крайней мере, в рамках тех программ, которые, денег, которые я управляю, нет таких средств. Поэтому мы этим вопросом займемся, но вот реально посмотреть на вещи мы можем начать со следующего года. Потому что в бюджете этого года, вот, Надежда Семеновна, наверное, лучше объяснить ситуацию по финансам. У нас этих средств в этом году просто нет. Вниматель, как много по городу нужно сделать работ, и сравнительно немного, все подорожало, да, денег у нас выделяется. Поэтому очистка и ремонт, ремневки ведется, но у ваших наказок это тоже присутствует. Если это нужно населению, значит, надо договариваться на берегу, что население будет за свой счет содержать эту детскую программу. Если она не нужна, значит, мы пошли в другой город, там, где она нужна и где на наших условиях готовы эту площадку содержать. Вот, поэтому мы открыты для диалогов по каждому округу и с каждым депутатом. Надо разумно подойти, и у нас, как в любой программе, должны быть цели и задачи, должны быть они реализуемые. И эффект от этих вот затраченных средств должен быть, ну, как бы, осязаемо ощутимым. Нет отдельных интересов, какие-то условия местечковых, которые мы преследуем, выполняя свою работу. Мы в всякий раз делаем все для людей. Вот, я не понимаю, в чем может быть обвинение, когда мы по каждому округу до сих пор с вами совсем не согласовывались. И эта работа будет завершена. Вопрос только самый главный, откуда взять деньги и что-то реализовать. Редактор субтитров А.Семкин